Добрый вечер. Буквально несколько слов по статистике. Опухоли слюнных желез занимают 5% в структуре общей онкологической заболеваемости и порядка 3% среди злокачественных опухолей головы и шеи. Слюнные железы, как уже коллега до этого говорила, делятся на большие слюнные железы. Это парные органы, которые имеют типичную локализацию в околошенных, поднижно-челюстных и подъязычных областях. И также малые слюнные железы, количество которых в организме очень вариабельно. И локализация описана порядка более тысячи. Самые характерные это щелчные, губные, язычные, твердого неба и мягкого неба. Опухоль распределяется следующим образом. 88% приходится на большие слюнные железы и порядка 12% на малые слюнные железы. В околошенных слюнных железах 80% новообразований являются доброкачественными, 20% злокачественные. Поднижно-челюстные слюнные железы 9% пополам, 50% на 50%. И подъязычные и малые слюнные железы более характерен злокачественный тип роста опухоли 80% против 20%. Хотелось бы остановиться на некоторых состояниях, которые могут имитировать опухоль слюнных желез, но таковыми не являться. Хотелось бы упомянуть в первую очередь болезнь Шегрена. Это аудоиммунное заболевание, характеризующее с лимфоцитарной интелльтрацией секреторных желез. Приводит к увеличению слюнных желез из-за хронического парингематозного сиала аденита. Данные пациенты жалуются чаще всего на симметричное и латеральное увеличение слюнных желез и слабые болевые ощущения. У данного пациента специально представлены снимки здорового пациента и пациента с опухолей Шегрена, потому что нюансы вот эти нужно почувствовать. У пациента с опухолей Шегрена на Т1 в вешенном изображении имеется такая характерная картина, когда вся структура железы имеет мозаичное такое строение по типу перец солью. Представлен снимок здорового пациента, структура опухоли, структура слюной железы достаточно однородная. Аналогичного характера изменения мы видим в подъязычной слюной железе. У здорового пациента она характеризуется однородным пониженным ОМР-сигналом. Здесь представлена вся линейка характерных последовательностей на МРТ, Т2, Т1 в вешенном изображении, изображение с функцией жироподавления. На всех картинах аналогично в околоушных слюных железах, подъязычных слюных железах, мультикистозная, мелкокистозная трансформация. У данной пациентки, к сожалению, имеется такая вот особенность, это аплозия поднижно-челюстных слюных желез. Если бы они были, скорее всего, мы увидели бы в них аналогичную картину. Сиалолития достаточно часто встречающаяся в состоянии. Чаще всего встречается в поднижно-челюстных слюных железах, реже в околоушных и подъязычных. У данного пациента увеличена в размерах левая слюная железа по отношению к контролторальной. МР-сигнал от нее значительно повышен за счет выраженного отека. У пациента слюная железа увеличена в размерах, выраженный болевой синдром. Мы видим древовидное расширение интерглондулярных протоков, ободного протока слюной железы. И визуализируется в просвете вортонного протока крупный конкремент, приводящий к фиалостазу. Метастатическое поражение шейных лимфоузлов. Здесь, конечно, скорее всего, чаще мы имеем дело с опухолями невыясненной первичной локализации, когда у пациента при отсутствии какой-либо симптоматики под нижней челюстной области возникает быстро растущее бугритое плотное образование, иногда достаточно болезненное. Данное состояние имеет определенные сложности для ультразвуковой диагностики, поскольку при компрессии датчиком под нижней челюстная слюная железа прижимается к ингломерату, и границы между ними оценить порой затруднительно. У данного пациента мы видим бугристый конкломерат лимфоузлов, хорошо дифференцируется к перезе от него под нижней челюстная слюная железа, и МРТ позволяет проследить жировую прослойку между ними. По современной классификации опухоли слюных желез насчитывают порядка 40, остановимся на более часто встречающихся из них, а также тех опухолях, МР-картина которых настолько подмониманично, что позволяет сходу выставить диагноз. Самые часто встречающиеся опухоли – плеаморфная аденома. Чаще всего это доброкачественная, в 70-80% случаев. Чаще всего встречается в оклоошных слюных железах, реже в поднижней челюстных, малых слюных и подъязычных. Частота рецидио достаточно высока, до 50%. Очень часто это связано с труднодоступными локализациями опухолей. 80% из них локализуются в оклоошных слюных железах поверхностной части, и до 20% труднодоступны для хирургов месте – это глоточный ее отросток. Малибнизация по ряду авторов достигает 15% случаев. Классическая МР-картина плеаморфной аденомы, когда в нижнем полюсе оклоошной слюной железы мы видим четко очерченное инкапсулированное образование, характеризующееся высоким МР-сигналом на Т2 ввешенных изображениях и низким МР-сигналом на Т1 ввешенных изображениях. Чем меньше размер плеаморфной аденомы, тем проще ошибиться. Она до последнего будет имитировать кисту, пока мы не введем контрастный препарат. При введении контрастного препарата мы видим характерную картину активного накопления контрастного препарата с наличием мелких гипоинтентивных включений, которые обусловлены кистозными включениями. Более редкая локализация плеаморфной аденомы под нижней челюстной слюной железы. Также диагноз не вызывает сомнений. Четко очерченное инкапсулированное образование солидного строения, контрастную фазу, характеризующуюся неоднородным накоплением контрастного препарата. Более редкие локализации плеаморфной аденомы малых слюных желез. Во-первых, это губная локализация в структуре верхней губы, узловое образование солидного строения, и на границе твердого и мягкого неба в последистом слое четко очерченное образование, которое в контрастную фазу также активно накапливает контрастный препарат с наличием мелких гипоинтентивных включений. Вторая по частоте встречаемость опухоль – опухоль ортина аденолимфома. В последнее время существенно возрастает количество заболеваний. Риск возникновения опухоли ортина у курящих существенно выше, чем у некурящих, поэтому она чаще встречается у мужчин. Характерны мультицентричность в 20% случаев и биолатеральное поражение. До 12% опухоли рецидивируют, вероятность малигнизации крайне низка – менее 1%. Классическая картина опухоли ортина аденолимфомы – биолатеральное поражение. У пациента, у мужчины со стажем курения более 30 лет. В обеих слюных железах клоушных мы видим множественные узловые образования кислозно-солидного строения с выраженным преобладанием солидного компонента. Их характеризуются данные опухоли по нижнему морсигналу на эти два отмеченных изображениях, в отличие от биоморфных аденом. В контрастную фазу накопление контрастного препарата есть, но достаточно слабое. И как раз классическая опухоль с классической маркартиной, которая позволяет сразу сходу выставлять диагноз – это гемангиома. Встречается она достаточно редко, порядка 1,5% случаев. Мы видим, что вся околоушная слюнная железа и поверхностная часть ее, и глоточный отросток заняты хаотичной сосудистой сетью губчатого строения. Процесс выходит за пределы органа на окружающие мягкие ткани, на мягкие ткани щеки. И в контрастную фазу активное накопление контрастного препарата мы видим, что процесс переходит еще и на жевательную мышцу. Каковы же и меркартирии малигнизации процесса? Что позволяет лучевому диагнозу сказать о том, что, возможно, скорее всего, здесь мы имеем дело со злокачественным процессом? Во-первых, это локализация в подъязычной слюной железе. Как я уже говорила до этого, в 80% случаев опухоли подъязычной слюной железы являются злокачественными. Поэтому локализация в подъязычной области опухоли уже призывает лучевого диагноза к повышенному вниманию. У данного пациента опухоль имеется в правой подъязычной слюной железе, контуры ее нечеткие, и имеется такой вот грозный признак, как обтурация, ампутация коническая выводного протока подниженность челюстной слюной железы на уровне опухоли за счет врастания. Второе, это большие размеры опухоли, а также ускорение темпов роста или просто изначально быстрый темп роста. У данного пациента крайне неблагоприятная локализация опухоли в структуре глоточного отростка околоушной слюной железы приводит к выраженной деформации носа и рота глотки, значительному нарушению дыхания из-за этого качества полученных томограмм несколько снижено. И несмотря на то, что в контрастную фазу мы видим достаточно характерное активное накопление с гипоинтенсивными включениями, тем не менее, мы предполагаем, что опухоль, судя по его размерам, возможно, носит злокачественный процесс. Нечеткость контура. Данный пациент наблюдался нами несколько лет, был категорический отказ от проведения хирургического лечения, поскольку высокий риск малигнизации данной опухоли, наш пациент наблюдался каждые полгода. За это время размеры опухоли, существенные динамики не претерпели, но мы видим, что визуализируемый ранее четкий контур становится в нижнемедиальных отделах опухоли нечетким. Речь уже идет об инфентративном процессе, поэтому мы говорим о том, что этот пациент дождался своего срока малигнизации процесса. Появляется такой эффект по типу растушеванного угля. Сглаженность контура тоже может говорить о многом. У данного пациента в нижнем полюсе оклоошной слюной железы выявляется четко очерченное образование солидного строения, контрастную фазу, активно накапливающий контрастный препарат. Мы видим, что опухоль не имеет формы классического округлого узла, и контур опухоли повторяет контур капсулы. Это не характерно для плеаморфной аденомы, которая имеет вид четко очерченного узла, достаточно плотного, поэтому с капсулы органа она образует острый угол. Когда мы видим потерю вот этого четкого острого угла и имеем изглаженность контура, мы приходим к выводу, что, скорее всего, опухоль достаточно эластична, что очень характерно для лимфом. Наличие участков центрального некроза. У данного пациента в нижнем полюсе оклоошной слюной железы достаточно крупный опухолевый узел. В контрастную фазу, при введении контраста, мы видим, что накопление контрастного препарата нетипично, выявляется обширная авоскулярная зона с наличием грубого рваного контура. Этот контур говорит о том, что это не кистозная трансформация, не кистозная часть узла, это именно зона центрального некроза, ангиогенез явно не успевает, это в пользу злокачественного процесса. Выход за пределы контура органа, то есть фактически врастание в капсулу инвазия. У данного пациента вроде бы небольшое образование в нижнем полюсе оклоошной слюной железы, кистозно-сулидного строения, но если мы проследим за контуром капсулы органа, то мы видим, что процесс выходит за капсулу на 5-10 мм, тоже не очень прогностически хороший знак. Диссеминация в окружающих мельких тканях более характерна для рецидивов опухоли, причем чем для именно повторных рецидивов. И стоит отметить, что для плеаморфных аденом характерно очень типичное рецидивирование по типу ртутных шариков. Если удаляют один опухолевый узел, и мы видим рецидив, рядом надо искать еще. Они при удалении одного узла часто по ложе опухоли дают 3-4-5 узлов, и с каждым последующим рецидивом количество узлов все больше. И также сокращаются временные промежутки. У данного пациента рецидив уже пятый по счету. Имеется диссеминация процесса не только в структуре самой оклоошной слюной железы, но и в окружающей жировой клетчатке с подрастанием опухоли к коже. Несмотря на то, что накопление контрастного препарата достаточно типичное, мозаичное, все-таки это больше отказывается в пользу маригнизации процесса. Появление лимфоузлов с ипсилатеральной стороны. Это как раз тот пациент, который я показывала ранее, потеря четкости контура узла. Мы видим, что вдобавок к этому появляется округлый лимфоузел в затылочной области и интраглондулярный лимфоузел. Лимфоузлы круглые, мы не видим области ворот. Кортикомедулярная дифференцировка лимфоузлов сохранена, нарушена. Аналогичного характера лимфоузлы по худокивательной мышце с пятого уровня, второго, третьего. Сразу же приходит мысль, что, скорее всего, это лимфогенное метастазирование. И уже крайний вариант – контактная постная деструкция. Когда у пациента имеется инфильтративный процесс, мы видим, что накопление контрастного препарата крайне агрессивно. Видим деструкцию височной кости, проникновение опухолевых масс в заднюю черепную ямку. Для сравнения, это сосцевидный отросток контрлатеральной стороны, ячейки пневматизированы. Такая картина не вызывает сомнений. Перед нами грубый деструктивный процесс – это злокачественная опухоль. Спасибо за внимание. Спасибо большое за интересное сообщение. Кто хотел бы задать вопрос? Скажите, эти все данные были подтверждены морфологическими? Да, они все подтверждены. То есть это во всех случаях был именно злокачественный процесс? Спасибо. У меня такой вопрос. Обычно, когда к вам отправят пациента на проверки шеи, допустим, путем МАРТ и так далее, вы смотрите внутри околоушной для узлов там есть, нет, или вы не смотрите? То есть это рутинно? Когда смотрят в мягкие ткани шеи, у нас всегда попадает зона околоушных слюновых желез, лимфоузлы, и мы смотрим, всегда их оцениваем. Спасибо. Но все-таки вот некоторые критерии от злокачествления, но они не всегда работают. Допустим, рецидив ПМ-морфной аденомии, он часто многоузловой, но это не значит, что это злокачественный процесс. То же самое, большие размеры опухоли, глубокой доли, это тоже далеко не всегда все-таки говорит об злокачествлении. Часто это протекает скрытно, да, и просто поздно диагностируется. Абсолютно с вами согласна, но наша задача не поставить морфологический диагноз. Я понимаю, да. Наша задача сказать о том, что он требуется, требуется морфологическая лилификация повторно. Внимание, я понимаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok